Что-то сверлит, что-то отвалилось. Короче, сегодня будем о наболевшем. Все думают, что, не знаю, как пишут, вот, сервис разводят, не знаю, там, обманут или что-то. Знаете, здесь, может быть, и не все специалисты, не все прям от бога, но есть люди, которые знают свое дело, и таких очень много. Просто стараемся, чтобы каждый работал со своим. Кто-то по арматурке, там, электрик, кто-то с бензиновым мотором, третий с коробкой, там, автомат, механика. Вот, четвертый с дизелем, допустим, по диагностике или по двигателю. Сегодня расскажу о том, что, как приходят машины, и все, уже вот прям, не знаю, нет сил. Вот у нас БЛ, пример. БЛ, она была вчера, приезжала своим ходом, все у нее было прекрасно, надо было сделать осмотр, работал шум на двигатель. Вчера он отказался менять топливный фильтр, вот, а сегодня он приехал на эвакуаторе. Выясняется, что мотор заводится, очень тяжело, гремит, идет большой грохот. Вот, и выясняется, что в двигателе нет давления масла. Цепи все без масла, то есть все рокераки, гидрокомпенсаторы, все гремит. Скрыли клапанную крышку, везде стружка, мотор крутится туго. Был капремонт в другом техцентре, произвели ремонт двигателя полностью, и вот буквально там полторы тысячи, я не знаю, пять он проехал, и все развалилось заново. Теперь он хочет снимать и ремонтировать у нас, но мы знаем это, что у него уже нет денег. Но не в деньгах даже делать. Дело в том, что теперь он не верит никому. Теперь, то есть, все, чтобы мы ему не сказали, правильно мы этому скажем, неправильно, грамотно, он все равно нам не поверит. Это будет очень трудно и сложно, то есть произвести этот ремонт. И вот эта машина, вот следующий Гранд Старкс, он тоже после капремонта, у него течь масла, течь масла течет с клапанной крышки. Он после капремонта сейчас заехал на диагностику, ручьем бежит масло с прокладки клапанной крышки, из-под вакуумного насоса. Но даже при этой обильной течи, как он говорит, что буквально за тысячу уходит два литра масла. То есть, ну, это нет, это какая птичь ни была, столько не уйдет. Видимо, что-то на косяцеле, может быть, что-то с турбиной. Опять же, приходим к тому, что объяснить сейчас будет очень сложно. Вот это именно наши сервисные сложности, наши проблемы. То есть, нам это трудно здесь довести до каждого. Вот так, пойдемте, тут у нас Соренто, туда-сюда. Вот сейчас в том цеху еще есть два примера. То есть, встаем в стопор, каждый клиент говорит, да, все окей, разбираем, все смотрим, разбираем, упираемся в какую-то сумму. Оказывается, потом вскрывается какая-то история непонятная. Вот у нас Гранд Старекс. Гранд Старекс евро четвертый. У нас дизельный, D4, CB2.5. Сегодня пришел Жор масла. Также где-то 2 литра на какие-то полторы тысячи уходит. Сломалась турбина, по словам хозяина. Приобрелась у нас. Бралась неоригинальная. Потом она снова через какие-то, не знаю, полторы-две тысячи опять что-то развалилась. При этом все сто раз мерили давление масла. Какие-то странные, значит, там все происходит. Потом в эту же неоригинальную турбину поменяли картридж. Вот. На столе вот она разобрана. В ней менялся картридж. Разобрали. Видим, что на валу задиры. Сейчас, то есть, говорит о том, что голодание не хватает, давление масла. И, скорее всего, нужно снова мерить, скрывать поддон, что-то делать. Но на что нам опять снова отказ. То есть, нам для того, чтобы делать какие-то работы, нужны какие-то гарантии. То есть, не только клиенту, но и нам они нужны, чтобы точно знать, что происходит. Вот, я скрыл вал. То есть, он разбитый. Портер. Пожалуйста, тоже D4CB, Евро-4. Притащили. А, завели. Как-то завели, не знаю, чистителем что-то. Притащили все. Потом вот его закатывали сюда уже. Закатывали. А с ним сейчас парнишка мучается, мучается, мучается. И в итоге мы сами разбираемся сейчас. То есть, у нас исчезает компрессия в третьем и втором цилиндре. Пропадает. Но, если запустить на очистители, то работает машина. Ровно все, вроде бы, отлично. Но, если мы глушим, то есть, меряем компрессию, второй, третий отсутствует вообще полностью. Я знаю эту проблему. То есть, хотя клиенты нам сейчас утверждают, что у нас все было прекрасно, все. Но, я так думаю, что, может быть, он и не врет. Но проблема в том, что, может быть, один кто-то делал или где-то в сервисе обманули. Поставили. Такое бывает, когда ставят неоригинальные рокера. И проточка в них гораздо меньше, чем должна быть. Она глубже. И, то есть, если мы крутим стартером, там компрессии нет. Но, если завести, то, то есть, брызнуть очистителем, дать больше оборотов двигателю, то она запустится и будет работать на всех четырех. И вот, сейчас там скрыли, все вроде бы проверили. Сейчас снова опять залезли. И вот, уже уточняем, звоним, спрашиваем. И все молчат. И вот, когда уже перед фактом людей ставим, говорим, видим, что вот ваши запчасти, кто-то их туда поставил некачественные, тогда уже говорят, ну, да, вроде бы кто-то что-то делал. Неужели нельзя сразу сказать, вот это вот, у нас это огромная проблема, что люди приезжают и скрывают до последнего. Мы тут делаем эту работу каждый день. Мы видим, как отличается запчасть. Оригинал, неоригинал. То есть, все видим одним вот взглядом. Видно, но постоянные сказки, вот эти какие-то непонятные, вот они просто убивают. То есть, так же люди, допустим, сегодня, они говорят, что у меня нет пять тысяч рублей, а завтра они сделали, допустим, капремон где-то за 250. Вот. Все это развалилось. И говоришь, езжай туда, как бы, это же 250 тысяч. И они говорят, нет, я туда не поеду. Ни за какие деньги, туда больше не поеду. И потом, то есть, эта проблема того сервиса ложится на нас. Помимо того, уже неоднократно говорил много раз, что когда двигатель просто развалился сам, это одна проблема, это одна дефектовка. Проще, легче сделать. Но когда это после кого-то, надо перебрать каждую детальку. То есть, проверить мало того, что заводской дефект, нужно проверить руки тех ребят, которые делали. И вообще все в целом. То есть, работы больше, гораздо больше, гораздо сложнее все это. То есть, времени уходит. И каждый, каждый просит, говорит, я хочу сделать за две копейки. И как это все сделать, к сожалению, непонятно. То есть, сегодня наболело, накипело, просто полный цех стоит вот этих висяков. Да, мы знаем, в чем проблема, мы знаем, что делать. Но нет, мы встаем перед, то есть, сказали, что сломалось, и у нас начинают какие-то, не знаю, там, а это точно, это не точно, какие-то споры, какие-то качели, вообще непонятные какие-то вещи. Не знаю, все вот обычно, все, надо просто поставить необходимую запчасть и поехать. То есть, если вы будете ценить наше время, то мы будем экономить ваши деньги. Да, сейчас многие скажут, да вот опять началось все. Если вы не разбираетесь в двигателе, то есть, мы каждому можем подвести каждого к машине. У нас, пожалуйста, свободный доступ, пришли, мы вам все покажем, расскажем. Но нам нужен человек, который понимает что-то в этом. Хотя бы, что это отличить, чтобы распредвал и каленвал. Вот, то есть, если вы не знаете сами, возьмите друга, знакомого, знакомого из другого техцентра, неважно, не моторист, но он уже все равно знает, у него есть понятие, что плохое давление, не хватает топлива или что-то еще. То есть, вот эти вещи. И тогда будет все окей. Продолжение следует... Продолжение следует...